Друзья, всем привет! У нас выборы на носу, и я думаю, что ни для кого не секрет, что в нашей стране выборы далеко не самые честные. И вот, чтобы хоть как-то помешать учителям подбрасывать бюллетени в урны, я решил пойти наблюдателям на выборов. Значит, со своей инициативой я обратился в КПРФ, и меня назначили членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса по участку номер 130 советского района города Брянска. Так, выдали мне соответствующие документы, и Димова регистрируется на участке. Ну, все по закону. Но, как оказалось, в нашей стране закон разными людьми понимается по-разному. Председатель участковой избирательной комиссии наотрез отказался меня регистрировать. Сначала под предлогом того, что избирательная комиссия уже две недели как работает. Потом она сказала, что списки наблюдателей уже давно составлены и утверждены. Но я же не просто наблюдателем иду, я иду членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Это немножко другое. И потом она заявила, что у них в комиссии уже есть представитель от КПРФ по фамилии Разумный. На мои слова, что он является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, она уже начала откровенно врать, что Разумный как раз именно с правом совещательного голоса. Короче, она была недовольна моим появлением и всячески пыталась от меня избавиться. А остальные члены избирательной комиссии, училки курицы, ей всячески по всем поддакивали. В итоге я позвонил в штаб КПРФ, оттуда позвонили в избирком по Брянской области и сошлись на том, что завтра утром до начала выборов меня все-таки зарегистрируют. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле. В общем, вот такие дела, друзья. Выборы еще не начались, а я уже заметил первое нарушение. И что-то мне подсказывает, что далеко не последнее. Но будем с этим бороться, что делать. Обидно, что на все эти нарушения и фальсификации в пользу Единой России идут учителя. Ну, под разными предлогами. Кому-то пригрозили увольнением, кому-то предложили должностенку повыше, кому-то просто денег дали. А потом они же будут скулить о том, что вот нам опять пенсионный возраст повысили, или вот продукты дорожают, а зарплаты сократили. И что получается? Получается, что наших детей в школах учат и воспитывают обычные трусы. Не все, конечно, такие. Не все. В общем, ладно. Завтра иду следить за тем, чтобы на выборах не было нарушений. Ну, а если замечу таковые, то придам это огласки. Так что следите за публикациями. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok